Приветствую всех на канале Notic! Сегодня мы откроем такой вот ноутбук, это Dell Vostra 5310. Чем он примечателен? Во-первых, это 13-дюймовый лэптоп, но с отношением сторон экрана 16 на 10. Это раз. Два. Здесь установлен 35-ваттный процессор Intel 11300H. И здесь установлен еще Windows 10 Pro. Собственно говоря, это все, что нужно знать об этом лэптопе. Не так давно делал обзор я ноутбука, который назывался Lenovo Yoga Slim 7 Pro, как-то так, если я правильно все название прочитал. Он мне безумно понравился, потому что как раз у него был 16 на 10 экран, отличный производительный процессор и так далее. Мне вот интересно было посмотреть, что у других производителей примерно с такой же производительностью. Но это конкретно 13-дюймовый, то это 14-дюймовый аппарат, конечно, был. Там система охлаждения была из двух вентиляторов, здесь, скорее всего, меньше вентиляторов. Ну, заодно сравним, посмотрим. Далее, идем к адаптеру питания. Здесь у нас 65-ваттный адаптер питания, составной, с USB-C-коннектором, что уже хорошо. Это power cord, это нам неинтересно. Итак, давайте достанемся, посмотрим на сам ноутбук. Я уже вангую, я знаю примерно, как он выглядит. То есть он должен быть, по-моему, то ли из люнии, то ли из магниевого сплава, в сером цвете, да. И я очень надеюсь, что здесь большой классический тачпад от DEL, которым безумно удобно пользоваться. Итак, достаю. Ну, он довольно компактный, но тем не менее. Давайте откроем, посмотрим. Итак, тачпад, да, небольшой, к сожалению. Ну, хорошо, закреплен. Далее, клавиатура. Можно видеть, что она почти всю рабочую панель занимает. О, клавиши очень, очень крутые. Клик мне безумно нравится, он такой. Чем-то похоже на оптико-механические клавиатуры Asus. Очень хорошо прижимается и чувствуется, клавиатура прям отличная, даже так могу сказать. Кнопка включения имеет другой клик, нежели все остальные клавиши. То есть, чтобы нажать обычную клавишу, можно вот так нажать. А здесь нужно именно прожать больше силы. Поэтому, случайно, даже если вы тапните на нее, вы не нажмете на включение. Далее. Тот самый дисплей, 13,3 дюйма, с разрешением 1920 на 1200, сношение сторон 16 на 10. Над ним находится камера с физической шторкой, вроде как. А, ее подцеплять надо, да, подцеплять нужно ногтем. Небольшой тачпад, но мне нравится, как он тактильно чувствуется. Потом про тачпад узнаем, насколько он хорош в этом плане. Дальше есть TVU Reynald сертификат, это что здесь низкое свечение синего цвета и так далее. Что, наверное, для многих будет плюсом. Далее, смотрим, здесь динамики, система охлаждения. Видно, вот он, один вентилятор. А, нет, два вентилятора. Смотрите, два вентилятора. Потом посмотрим подробнее, как выглядит его система охлаждения. Ну, не сейчас, конечно, а в подробном обзоре, соответственно. Один USB-шник, здесь 3,5-миллиметровый аудиоразъем, не очень удобное расположение для него, кстати. И, с другой стороны, у нас есть HDMI и два тендерболта, что очень и очень круто. Мне пока что этот ноутбук безумно нравится. Он классно сделан, правда, я ожидал, что здесь будет больше тачпад. Я люблю большие тачпады. Но надо тестировать. Пока что это все очень прикольно, учитывая, что он стоит не сказать, что вы слишком дорого для своего уровня. То он там в районе 75-77 тысяч стоит. Или около 80, я точно не рискну сказать, скажу в подробном обзоре. Будем тестировать, посмотрим, насколько он производительный, насколько он удобен в использовании, что здесь со звуком, с экраном и так далее. А потом я вам расскажу все это дело в подробном обзоре. Большое спасибо за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш инстаграм. И до свидания.